Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 10 октября. И вот в предыдущем видеоролике я рассказывала, что некоторые удобрения, что все удобрения делятся на весенние и на осенние. Если весенние удобрения, такие как селитра аммиачная, мочевина, этот карбамид, который нужно применять только весной, потому что они быстро действующие, они вам помогут, когда у вас растения, например, подмерзли, или когда нет достаточного роста, вот бывает, посадил, высадил рассаду, холодно, она стоит в одной паре, она пожелтела, она вся вот такая вот тоненькая, бледненькая, они вам помогут. И можно даже весной вносить их в грунт, но осенью вносить их не нужно. Осенью есть одно удобрение, которое вносить нужно обязательно. Это суперфосфат. Фурэм! Суперфосфат называют удобрение пролонгированного действия. То есть, закопав его в землю, нам нужно долго-долго-долго-долго ждать, когда он вот в такую форму придет, которые растения могут употребить. Поэтому все специалисты рекомендуют. Если вы можете, если у вас есть возможность это сделать, лучше закопать его в землю осенью. Деснуи мы, конечно, добавляем. Мы добавляем в лунку при посадке. Я вот когда опаздываю, и когда нет ни рыбной муки, ни золы, кладу суперфосфат в лунку, вот так размешиваю. Но правильно, многие пишут в комментариях, что этот мой суперфосфат, он сейчас им не дойдет. Но он дойдет хотя бы следующей партии, которая на будущий год будет выращиваться. Но если вы хотите, чтобы растения, высаженные у вас на будущий год, весной, не было у них фосфорного голодания, то суперфосфат осенью нужно внести обязательно. Я вот показывала, как я вносила, его обязательно нужно под перекопку. Если раскидать его поверху, он не действует. Он действует, подействует у вас. Обязательно его надо заглубить. Ну, 10-15 сантиметров самое маленькое. Сейчас вот будут осенние дожди. Гранулки размокнут. Потому что все знают, опытные огородники, что суперфосфат растворить очень сложно. Некоторые даже пишут, что весной, когда они закапывают в луночку суперфосфат, когда осенью выдергивают свои томаты, даже некоторые гранулы целиком находят. Так вот, нам надо сейчас закопать, все перекопать. Будут осенние дожди, потом выпадет снег, потом еще снег растает. И вот только на протяжении вот этого длительного периода, под действием талых вод, под действием вот этих дождей всего, гранулы наши размокнут, разбухнут, растворятся. И земля равномерно фосфором насытится. И он у нас будет, как он локального действия, он у нас вот где вы положите, в том месте, куда насыпете и закопаете, куда он попадет, там у нас и будет земля удобренная суперфосфатом. Это делать нужно. И нужно, но самое главное, что должны знать начинающие огородники, они должны все-таки разделять удобрения на осенние, на весенние и на универсальные, которые все равно, когда вносить. Вот я когда снимала видео подготовка, осенняя подготовка почвы, я говорила, что я вношу суперфосфат, кладу перегной. И многие спрашивали, а калий сейчас нужно вносить или нет? Вот калий это тот элемент, который вы можете внести осенью, вы можете также добавить его весной. Тут сильно никаких жестких ограничений нет. Специалисты ограничивают нас только вот по этим, по азоту и по фосфору. Азот лучше весной разделять, фосфор лучше осенью. Все. А калий он и нашим, и вашим, он может и с фосфором осенью попасть в грунт, будет нормально. Может и весной с азотом можете добавить, тоже не опоздаете, все будет нормально. Все, до свидания. Видео коротенькое, я просто стараюсь донести ту информацию, которая вам важна. Я сама многими удобрениями не пользуюсь, сильно не углубляюсь в изучение всех. Сейчас ассортимент удобрений очень большой. Я считаю, что голову не стоит этим засорять. У нас есть основные макроэлементы, которые должны получать растения. Остальное можно витаминными коктейлями делать, опрыскивание, и все будет прекрасно. Не обязательно знать 20 наименований удобрений, и все их применять. Все, до свидания.